В четвертой серии мы рассмотрим учет аренды арендатором на начало аренды, ставку дисконтирования, а также пример в Excel. На дату начала аренды арендатор должен признать право пользования активом и обязательства по аренде. Первоначальная стоимость права пользования активом включает в себя первоначальную оценку обязательства по аренде, любые первоначальные прямые затраты, понесенные арендатором, и оценку затрат, которые будут понесены арендатором при демонтаже актива, восстановлении участка, на котором он располагается, или восстановление актива до состояния, которое требуется в соответствии с условиями аренды. На дату начала аренды арендатор оценивает обязательства по аренде по дисконтированной стоимости арендных платежей, которые еще не были осуществлены на эту дату. Арендные платежи необходимо дисконтировать с использованием процентной ставки, заложенной в договоре аренды, если такая ставка может быть легко определена. В отношении договоров краткосрочной аренды и договоров аренды с низкой стоимостью активов, арендаторы вправе применить порядок учета, аналогичный учету операционной аренды в МСФО-17. Краткосрочная аренда – это аренда, на дату начала которой предусмотренный срок аренды составляет не более 12 месяцев и которая не содержит опцион на покупку актива. Для того, чтобы определить, имеет ли актив низкую стоимость, арендатор оценивает актив на основе стоимости актива, как если бы он был бы новым, вне зависимости от возраста актива, на момент предоставления его в аренду. В момент принятия решения о данном освобождении Совет по МСФО имел в виду договоры аренды активов, стоимость которых, когда они новые, не превышает 5000 долларов. Примерами активов с низкой стоимостью могут быть персональные компьютеры и ноутбуки, офисная мебель, телефоны и другое оборудование с низкой стоимостью. Арендатор, который принимает решение воспользоваться освобождением, не признает в своем балансе право пользования активом и обязательства по аренде. Вместо этого арендатор признает арендные платежи в качестве расхода, либо линейным методом в течение срока аренды, либо с использованием другого систематического подхода. Арендатор должен использовать другой систематический подход, если такой подход лучше отражает структуру получения выгод арендаторам. Давайте рассмотрим пример. Организация «Казах Логистик» заключает договор аренды автомобиля для управляющего состава с 1 января 2011 года сроком на 1 год. По условиям договора, организация имеет возможность продлевать срок аренды еще на год без изменения суммы арендных платежей. Обычной практикой компании является ежегодная аренда нового автомобиля. Таким образом, на начало аренды организация приходит к выводу, что опцион на продление срока аренды не будет исполнен. Ежемесячные арендные платежи составляют 10 000 долларов. Организация также понесла юридические затраты, связанные с заключением договора – 1200 долларов. Как данная операция должна быть отражена в финансовой отчетности на 31 декабря 2011 года? В первую очередь давайте рассмотрим, можно ли учесть аренду в упрощенном порядке, то есть отнести ее к исключениям. Сроком данной аренды является неподлежащий досрочному прекращению период продолжительностью 1 год, поскольку обычной практикой компании является ежегодная аренда нового автомобиля. Соответственно, данный договор аренды удовлетворяет критериям для применения к нему освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды. Компания должна сделать следующие бухгалтерские записи. Признание юридических затрат. По дебету расходы будущих периодов по кредиту денежные средства на общую сумму затрат на 1200 долларов. Затем ежемесячно данные расходы будущих периодов списываются на расходы отчетного периода в сумме 100 долларов. 1200 долларов делим на 12 месяцев. Арендные платежи относятся на расходы периода. По дебету в отчете о прибылях и убытках расходы по аренде 10 тысяч долларов, по кредиту денежные средства. Ставки дисконтирования используются для дисконтирования арендных платежей, для оценки чистой инвестиции арендодателя в аренду и обязательства арендатора по аренде. В случае арендодателя ставка дисконтирования представляет собой процентную ставку, заложенную в договоре аренды. Процентная ставка, заложенная в договоре аренды – это ставка, при использовании которой приведенная стоимость арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости становится равна сумме справедливой стоимости базового актива и первоначальных прямых затрат арендодателя. В случае арендатора ставкой дисконтирования для договора аренды является процентная ставка, заложенная в договоре аренды. А если такая ставка не может быть легко определена, ставка привлечения им дополнительных заемных средств. Ставка привлечения дополнительных заемных средств арендатором – это ставка процента, по которой на дату начала арендных отношений арендатор мог бы привлечь на аналогичный срок и при аналогичном обеспечении – заемные средства, необходимые для получения актива со стоимостью аналогичной стоимости актива в форме правопользования в аналогичных экономических условиях. Давайте рассмотрим еще один пример. Организация «Казахлогистик» заключает договор аренды автомобиля для управляющего состава с 1 января 2011 года сроком на один год. Ежемесячные рыночные арендные платежи составляют 10 000 долларов. По условиям договора организация имеет опцион на продление срока аренды с арендными платежами в 5 000 долларов в месяц, что составляет половину суммы от рыночных арендных платежей. В связи с благоприятными условиями договора организация ожидает продления срока аренды. Организация также понесла юридические затраты, связанные с заключением договора – 1200 долларов. Как данная операция должна быть отражена в финансовой отчетности на 31 декабря 2011 года? Ставка заемных средств – 3% годовых. На дату начала аренды организация определяет наличие достаточной уверенности в том, что она исполнит опцион на продление аренды. Поскольку условия опциона ниже рыночных условий, на эту дату, на дату начала аренды, организация решает, что срок аренды составляет 2 года. Так как данную аренду нельзя отнести к исключениям, нельзя учитывать ее в упрощенном порядке, необходимо на балансе признать право пользования активом и обязательства по аренде. Для этого необходимо продисконтировать арендные платежи. В условии задачи дана ставка заемных средств 3% годовых. Так как арендные платежи предоставлены в условии задачи ежемесячные, годовую ставку дисконтирования нужно пересчитать в ежемесячную. Если годовая ставка составляет 3%, ежемесячная ставка будет составлять 0,25%. Далее необходимо ежемесячные арендные платежи продисконтировать по ставке 0,25%. Как мы помним из условия задачи, первый год арендные платежи составляли 10,000 долларов. В течение оставшихся 12 месяцев арендные платежи составят 5,000 долларов. Фактор дисконтирования рассчитывается, исходя из ставки в 0,25% по формуле 1, деленное на 1 плюс r в n-ной степени, где r – это ставка, а n – это номер периода. С учетом этой формулы автоматически в столбике фактор дисконтирования будут рассчитаны коэффициенты дисконтирования для каждого периода. Теперь в последнем столбце необходимо рассчитать дисконтированную стоимость арендных платежей. Мы берем арендный платеж и умножаем на фактор дисконтирования. И так по каждому периоду. И в итоге, сложив все дисконтированные арендные платежи, мы получим общую сумму 175,427 долларов. Данная сумма представляет собой дисконтированную стоимость всех арендных платежей. В момент первоначального признания компания должна сделать следующую бухгалтерскую запись. По дебету признать право пользования активом, по кредиту обязательства по аренде на сумму 175,427 долларов. Так как теория говорит, что в первоначальную стоимость права пользования включается первоначальная оценка обязательства по аренде, а также любые прямые затраты арендатора на аренду, соответственно, юридические затраты в 1200 долларов будут отнесены на увеличение стоимости права пользования. И в итоге проводка будет следующей. По дебету право пользования на 176,627, по кредиту обязательства по аренде на 175,427, и по кредиту затраты на юридические услуги, по кредиту денежные средства – 1200 долларов.